Я приветствую с новым днём, дорогих зрителей. Весе утро Карачаева, Черкесия с вами. А какой будет погода, мы сейчас узнаем. С 1 апреля вновь будет проведена индексация пенсии. Правда, она запланирована и коснется только ее социальной части. Такую социальную пенсию получают те граждане, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия трудового стажа или недостаточного количества пенсионных баллов. Кроме того, она выплачивается детям, потерявшим родителей и инвалидам. На основе базовой социальной пенсии рассчитываются выплаты для военнослужащих призывников, которые во время службы стали инвалидами или погибли инвалидам Великой Отечественной войны и блокадников. Инвалидам-ликвидаторам радиационной или техногенной катастрофы, а также детям, граждан, погибшим от таких катастроф. Индексация составит 7,5%. В Карачаево-Черкесии индексация коснулась более 16 тысяч пенсионеров по государственному пенсионному обеспечению. Из них 15 800 человек являются получателями социальной пенсии. Индексацию социальный фонд проводит беззаявительно. Поэтому жителям Карачаево-Черкесии не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить пенсию в новых размерах. Проиндексированные на 7,5% по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать пенсионерам Карачаево-Черкесии с 3 апреля по стандартному графику доставки. Хочу напомнить, что страховые пенсии неработающим гражданам были проиндексированы на 7,5% с 1 января 2024 года. Самое масштабное изменение с 1 апреля ждет автомобилистов. Вносится ряд изменений в правила сдачи на права, а некоторым водителям придется заняться обменом действующих прав. Прежде всего, сдать практическую часть экзамена станет проще. Количество штрафных баллов, которые можно набрать без риска уйти на пересдачу, поднимется с 5 до 7. Кроме того, увеличатся сроки, в которые можно сдать экзамен после трех провалов. Теперь снова на пересдачу можно прийти не ранее, чем через полгода, и не позже, чем через 9 месяцев. Расширится список тех, кого не будут допускать к сдаче экзаменов на права. К ним теперь относятся лишенный прав. Те, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения после истечения срока его лишения. Те, кого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем. А также те водители, которые лишали прав за пьяную езду. Наконец, лишатся учеников серой автошколы. То есть те, которые не имеют заключения о соответствии своей учебно-материальной базы. Учеников таких автошкол просто не допустят до экзамена. В Карачаево-Черкесии прошли Крым-Шамхаловские чтения. Мероприятие состоялось в Тиберде в доме музея-просветителя. Это конференция, которая ежегодно собирает известных ученых и общественных деятелей из Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Традиционно форум проходит в день рождения известного поэта, художника, просветителя, энтузиаста народного просвещения Исламбея Крым-Шамхалова. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на Ногайском языке», затем программы Ногайской редакции. Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30 с Муратом Джанкёзовым. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи!